Здравствуйте, товарищи зрители! Я надеюсь, что вы уже знаете, кто такой профессор Исаев, так как смотрели у меня на канале видео с ним. Если же нет, все ссылки я оставлю под этим видео. Почему же стоит посмотреть все эти видео целиком? Ну, об этом давайте в самом конце видео вы просто поймёте, потому что я поставлю маленький отрывочек, где сам профессор Исаев говорит, ну, некоторые цитаты своего выступления. По ним вы поймёте, что это за человек, какой вклад он внёс в науку в нашей стране, в СССР. Сейчас вы услышите два маленьких отрывочка продолжателя его дела в плане производства по одному очень важному препарату, который, внимание, не просто укрепляет, а восстанавливает нервную систему. Да-да, нервные клетки, оказывается, восстанавливаются. И это доказал профессор Исаев в конце 80-х годов. Итак, в начале вот этих два маленьких отрывочка, а потом послушайте, кто такой профессор Исаев. Приятного вам просмотра, надеюсь, вы поймёте, насколько это было важно. Ведь это касается любого человека. Укрепление нервной системы, регенерация нервных клеток, устранение стрессов и их страшных последствий. Эфитол с эмиролом и вечером, тогда ещё был каверламин, каверламин с ликозимом 10. Значит, ликозим 10 используется как антиаритмик у нас, мощнейший. Нервная система очень с этим связана. Каверламин – это вытяжка из-за крыморских ежей, это еда самураев. Нервы стальными канатами становятся. Это я точно говорю. У меня столько пацанов, которые перенесли, мы из такого пекла выходили. Вот оно накапливается, эмоционально-психологическое напряжение. День, два, три, месяц, год, всё. Накопилось. Потом один раз вовремя не снялось, начало подкапливаться. Потом накапливается так, что катастрофа превращается. Вот на примере собаки, я всё объясняю, ни одного слова сам не придумал, только то, что мне Исаев и его дедушке Борис Михайлович рассказывали. Вот собака. Бак! Выстрел. У неё холка поднялась вот так. Ну, раз по сторонам. Да нет, всё нормально. Холка упала, она пошла дальше. Человек, если тунц, мы же не видим холку. Вот это вот так поднялось, чтобы она упала, это надо человеку подышать правильно, как-то настроиться. А там моменты есть такие, когда некогда думать об этом, всё. И вот когда накопилось, потом вот эти вот приступы паники, такие начинаются. До суицида люди доходили. С ума сходили. И вот это всем помогало? Месяц. Всё. Мы сейчас живём в непростое время. Все страдают депрессиями, стрессами. Это, в принципе, не самое страшное, что люди нервничают или ещё что-то. Очень многие в такую депрессию тяжёлую впадают, что, ну, скажем так, это парализует жизнь. Эмоционально-психологическое напряжение накапливается и никак не снимается. В Японии существует такая быль. Значит, что самурай, если видел, что крестьянин ест морского ежа, отсекал ему голову. Вот он идёт, а крестьянин с палками, там, с кинжалами тренируется, он на это внимание не обращает. А если видел, что он ест морского ежа, сразу его убивал. Почему? Потому что считал, что он станет самураем, и самурая убьёт. Как они изготавливали? Они брали морских ежей, рубили, сушили. Потом вот как муку из чего делают, мололи в жерновах, делали муку, насыпали в мешочек. И вот в старых фильмах, у них пояс такой, и висит мешочек. И он весь день ходит, и всё время так их ест. Самурая идёт, бах, сто человек, выбежало, окружило его. Вот он вставал вот так, и не думал, как ему спастись или что-нибудь. А он сосредоточен на том, как, чтобы ни один не ушёл, чтобы этих сто человек всех вырезать. И это давало вот именно вот то, что они ели морских ежей. И нервы становятся просто как стальные канаты. На сегодняшний день просто нужно для всех. Вот любой человек, кто будет принимать их, они на компетентного действия. Скажем так, вот месяц то пропьёт, то, что его раздражает каждый день так, что из себя выводит, он просто перестанет на это обращать внимание. Учёные, которые не хотят заморочить голову, а своими словами просто объясняют, чтобы дошло до головы. Мы очень сильно зависим от двух планет. Это Солнце и Луна. Обострение вот этих депрессивных состояний происходит именно, когда Луна всходит, а Солнце садится, или наоборот, Солнце встаёт, Луна уходит. Многие скрывают это, но вот у них там, когда начинает Солнце садиться, и восходит Луна, всё нормально, с людьми общается. Потом какое-то воспоминание в голове появляется, и его просто парализует. Это вот именно то, что, я же говорю, накоплено эмоционально-психологическое напряжение, и никуда не снято. И вот человек с этим живёт. Самое главное, да, вот мы 10 лет пьём, да, и можем твёрдо сказать, что мы никому никакого вреда не нанесём. Самое главное, это вот, ну, не навредить. Потому что, я же говорю, у многих моих друзей негативный опыт такой был. Они БАДы попили, а через 2-3 года, так вот, они с помощью вот этих препаратов в себя после этого привели в порядок. Слава Богу. И что мы твёрдо можем гарантировать, что ни у кого, ни у одного человека вот от наших препаратов никогда не будет побочных действий. Сегодня что получается? Что аптеки принадлежат частному капиталу. У частного капитала есть уже и лекарственные препараты. Им надо продать то, что они закупили. Не то, что человеку надо, а то, что у них есть. Удачно получилось или неудачно? Как сделать, чтобы они видели человека? Ну, если спросить, вот врачу, кто дороже, здоровый человек или больной человек? Я дружил с министром рыбного хозяйства СССР в своё время. Я был тогда заместителем директора Всесоюзного института морского хозяйства и океанографии. Я океан хорошо знаю. Вся моя жизнь была, по сути, это океан. Он через некоторое время министр стал заместителем председателя Совета министров СССР Каменцев Владимир Михайлович. Он мне позвонил, говорит, Вячеслав Арташистович, к тебе обратится Игорь Владимирович Мартынов. Помоги ему, пожалуйста. Я был в Киеве, договорился с Министерством здравоохранения Украины, что в Одессе будем строить на химфармзаводе цех по производству ЭПИ и ДЭЧей. В 12 часов я зашёл в кабинет главному врачу, академик Мартынов Анатолий Иванович. Выдающийся и человек, и врач, и организатор здравоохранения. Сказочный человек. Так вот мы с ними познакомились. И тогда он мне задал вопрос, Вячеслав Арташистович, А может ли мы провести клинические исследования на наших врачах, волонтёрах? А почему мы будем брать вашу технологию, а не японскую технологию? Я говорю, технология японская хуже нашей. Ну да, все учёные так и так говорят. Мы всегда всё лучше всех, и ничего у нас не получается. Оборудование будем брать японское, а технология Исаев. Я говорю, если есть деньги, давайте купим билеты. И полетим, вы сами увидите. У меня есть три вопроса. Ну наши думают, что я себя задам, им крутой вопрос, и они упадут. Я говорю, я у вас на заводе был. Три года тому назад. Скажите, вот за тот полный год, сколько вы произвели и пей, и дейчей? Ну наш, ну что ты такие вопросы глупые задаёшь? Я говорю, подожди. Он говорит, 70 тонн, впечатляет. Я говорю, скажите, а за прошлый год полный, сколько вы сделали? 10 тонн. И тут же сам засмущался. Вопрос возникает. Как? Все хотят наращивать, а ты уменьшаешь. И третий вопрос. Можете назвать причину? Ну тут у них, конечно, лица пошли пятнами, они не знают между собой, что тут, как выкрутиться. А я им тихонько подказываю. Ацетон я ещё дальше добиваю. Фудрага администрейшин. И самое лучшее из пищевых волокон, которые сегодня у нас используются, это есть хитозан такой. Мы когда проводили исследование, ну как-то решили, что мы можем помочь людям, которые страдают облитерирующим атеросклерозом конечностей. И там Савельев командовал. Академик Савельев, главный хирург Минздрава Российской Федерации, выдающийся учёный, конечно. Яблоков там работал. Петухов как раз занимался докторской диссертацией. Мы сказали, дайте нам тех, которые ещё поживут, не на излёте. Обычно эта болезнь 5-6 лет. Их кормить экономом. И мы вместе отработали. Они усложнили даже нам постановку. Ещё группу одну взяли, которые давали американские статины. Мевакор. То есть сопоставим, что там они дают, что мы рекомендуем. 6 месяцев продолжалось вот это питание. Питание добавили. Через 6 месяцев оценили результаты. Значит, группа, которая получала Эйконол, у них получился антиатерогенный эффект 69%. Первый вот это. Мевакор, статиноамериканский, 71%. Ну, контрольная группа плохо у них была. Ну, второй показатель обязательно. Побочное действие. Вот эти вот, то, что принимали. Побочное действие у Эйконола оценили, что до начала исследований это как метаболическая функция печени. Как в том состоянии. У них до начала были какие-то нарушения. Через 6 месяцев вообще никаких нарушений. Всё в норме. Где был Мевакор, там получилось, что у 80% пациентов полное нарушение. Вот те и статины. Весь мир уловил эту важность. И японцы, если посмотреть, потребляют 90%. Американцы 80%. Европейцы 50%. У нас системно потребляют от 3 до 5%. Так случайно может быть 20-25%. Не системно. А тут надо потреблять системно. Вот о том, сколько времени надо принимать. Сколько будешь принимать, столько и будешь ты здоров. Мы не даём запаса. Это каждый день расходуется. Ну что ж, дорогие товарищи, а теперь маленькое послесловие от меня. Надеюсь, вы понимаете, что очень многое было разрушено, когда разрушен был СССР. В частности, и эти производства долго не просуществовали. Но сейчас, в наши дни, благодаря продолжателю, скажем так, дела профессора Исаева в плане производства препаратов его и его группы учёных, сейчас у вас есть такая возможность приобретать его препараты. Да, не все те, которые были им созданы, но около 10 препаратов возрождено и производство налажено. Итак, под этим видео будет ссылка на эти препараты и обязательно посмотрите все видео с профессором Исаевым, которые я вам оставлю под этим видео. Я даже сделал на моём YouTube-канале специально отдельно плейлист, в котором собраны все эти видео. И также будут ещё выходить видео с ним, которые, конечно же, вы увидите на моём канале. Итак, все ссылочки даны под этим видео. Заходите, смотрите и приобретайте препараты профессора Исаева. А также я оставлю вам ссылку на папку с некоторыми программами, то есть комбинациями препаратов Исаева по решению, как говорится, тех или иных проблем атеросклероза, реабилитации после инфарктов, инсультов и так далее. Ну а теперь досмотрите ещё две минуты, особенно те люди, кто у нас ещё ничего на нашем сайте надгард.ру не покупал, и те люди, кто смотрит это моё видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру Посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл ещё один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живёте и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.